Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Также 9 июля продолжаю дегустацию. Первая была дегустация томата говядина с куста. Сейчас следующий будет ананас ноэр. Первый раз в жизни вижу этот томат, этот сур. Сейчас посмотрим, что у него внутри. Будем пробовать, какой он на вкус. И всех иностранцев одного за другого мы на зубок попробуем. Следующим сортом будет иностранец, американец, ананас ноэр. Очень странные томаты. Вот такие, видите, как бы пятнистые, как что-то, какой-то цвет. Не могу сказать, что он очень приятный такой, но сейчас попробую. Может быть вкус приятнее, чем цвет будет. Этот томат я очень долго ждала, когда его можно будет распотрошить, потому что информация уже начиталась. И мне интересно было, правда ли внутри, там он трехцветный. Обычно же как бикалоры два цвета. Я прочитала, что тут одновременно он должен быть розовый, зеленый и желтый окрас. Это, вот мне вот очень много диковинных семян прислала с Латвии. Спасибо, вот видите, соли за козулы, вот за этот сорт. Конечно, я никогда в жизни его не видела. Если характеристики, то это индетерминатный, он считается раннеспелым. Плод, как вы видите, плоскоокруглый. И как-то коричневая шкурка и с зеленоватым оттенком. Он так и в описании. И вот у меня он пришел в название ананас Нойер в США. Когда я стала вбивать в интернете это название, то там еще одновременно с этим названием его называют черный ананас. Я не знаю, действительно это так или нет. Если бы он назывался черный ананас, мне было бы проще произносить. Вот цвет мякоти должен быть разноцветный. Сейчас я его открою. Единственное, что у него все хорошо. И урожайный он, и красивый, и вкусный. Написано, что кислинка отсутствует. Высокое содержание сахара, что вкус фруктовый с цитрусовой ноткой. Но есть один минус. Про него пишут, что он не подходит для открытого грунта в регионах с холодным и коротким летом. Скорее всего, я смею предполагать, что для сибирского региона в открытом грунте он не очень будет хорошо себя чувствовать. Но вот этот у меня выращен в теплице. Потому что, так как семянок было совсем очень мало, для сохранности порта я первый раз высаживаю всегда в теплице. Ой, извиняюсь. Радуга. Ой, красиво. Какая-то малахитовая шкатулочка открылась передо мной. Вот смотрите. Сейчас, подождите. Чтобы мои страшные руки не показывать. Я же пацанкую каждый день. Не отмываются. Вы смотрите. Тут малиновое. Дальше идет какое-то зеленое. Потом тут по краям какое-то розовое. Ну, действительно. Я не знаю, как насчет трехцветного, но то, что он как это... В детстве калейдоскоп-то похож. Вот когда крузят калейдоскопы, там разные составляются. Вот такой ананас Нойер. То есть, черный ананас, если я права. Так. Я сейчас на минутку выключу камеру. Мне надо его сфотографировать для каталога. А потом я его начну поедать. Сейчас я попробую. Но я подозреваю, что они у меня, по-моему, немножко недозрелые. Потому что я в связи с их вот такой странной окраской я не могла понять, поспели они или не поспели. Когда пора их кушать. Смотрите. Шкурка красная. И под шкуркой. Главное, красная бордовая мякоть. А внутри-то ее такой бордовой мякоти нет. Внутри она зеленая. И вот к нему еще нужно приспособиться. Или это зеленая мякоть показатель недозрелости. Или он такой есть. Мне надо потом делать повторную регустацию. Так. Вкус очень странный. он не кислый. И не сказать, чтобы сладкий. И не сказать, чтобы томатный вкус. Ну, короче, я скажу так, что вкус немного отличается от нашего традиционного вкуса наших томатов. Мы же привыкли. Томатный вкус, ярко выраженный, с кислинкой. Это совсем другой. Какой я объяснить не могу, если честно. Не сказать, чтобы он сильно сладкий. Но и не кислый он. Еще раз попробую. Ни с чем сравнить не могу. Сказать, чтобы цитрусовый вкус какой-то, фруктовый, тоже вроде нет. Ну, есть приятно. Ну, короче, это, наверное, не помидор. Это правда ананас какой-то. Ананас нойер. Будет повторная дегустация. Вот в разгаре лета сорву самый-самый спелый плод. Потому что я на опыте своих томатов знаю, что сорвешь спелый, начинаешь пробовать вроде невкусный, а потом через неделю подойдешь к кусту, который был уже спелый, в то время, когда ты съел первый плод, он до того уже созреет, в нем там все настоится, начинаешь есть совсем другой аромат. Я хочу попробовать вот этот ананас нойер, номер 348, в стадии полнейшей зрелости, когда он вообще все-все у него вызреет. Почему-то я подозреваю, что у него и мякоть должна быть более яркая, потому что я в интернете смотрела. Я немножко, наверное, не выдержала, поторопилась его, сорвала. Но вот эти пусть полежат дней 5. Потом мы вернемся к нему и попробуем его еще раз. Пока я с ним не прощаюсь, все, пусть лежит, дозревает. Но не кислый. Такой какой-то... Вот сейчас попробовала еще, опять включила камеру. Вот здесь вот сладкий в середине. Но вот как мы с Катей сейчас разговариваем, давай я ей покушать. Она говорит, нет, вот сладкий, прям сладкий. Она сказала, ну вольф Зоси сладче, вот тот, который был оранжевый, который я сейчас дегустировала, под номером 336. И мы решили, что все-таки он не дозрел и должен дозреть. Потому что, видите, вот здесь вот у меня тут зеленое пятно. Все-таки я поторопилась. Он, наверное, должен быть еще более сладким. Но вкус такой очень приятный. Спасибо. Спасибо. Спасибо.